В преддверии Дня Защитника Отечества по всей России проходит флешмоб «Служили и служи». В официальных аккаунтах МВД, МЧС, Генпрокуратуры выкладывают фотографии и воспоминания сотрудников о годах армейской службы. Наша съемочная группа тоже поддержала акцию и встретилась с теми, кто продолжает защищать права граждан и государства. Сто дней до приказа. На этой фотографии Андрею Бельскому и его сослуживцам сто дней до приказа. Нынешний прокурор города Чебоксары начинал службу в разведроте в Латвии, а закончил уже в Калининградской области. «Выше нас только звезды» – это девиз разведчиков. Еще про них говорят, что слышат неслышимое, видят невидимое. Это бесконечные марш-броски и постоянные еженедельные стрельбы, ночные и дневные. Самое, наверное, запоминающее – это была наша полоса разведчика. Она включает в себя пресечение водных преград, подрыв железной дороги, снятие часового, преодоление подводных всяких препятствий. Она только закаляет людей, армия, и, наверное, дисциплинирует. У нас был командир разведбата, он всегда любил говорить «самая трудная профессия будет человеком». И что самое интересное, как вы спросили, когда я поступал, я писал сочинение, а тема сочинения называлась «Моя профессия, а моя мысль – одеясь юриста, и самая трудная профессия – быть человеком». Армейские уроки Андрей Бельский усвоил на всю жизнь. Уже 26 лет защищает права и интересы граждан и государства в органах прокуратуры. Мне кажется, что более почетной миссии, чем служба Родине, наверное, нет, более мужчины. А на этой фотографии 18-летний Алексей Иванов отправляется на службу в учебную часть в Самару. Потом был горно-штурмовой батальон во Владикавказе. Когда ему оставалось 90 дней до дембеля, он попал в Чеченскую республику. Было ввод войск по приказу. 50-тысячная армия вошла буквально за пару дней в Чеченскую республику. То есть своим ходом через Ингушетию, соответственно, в Чечню вошли. Ежедневный страх – он вначале. То есть боишься каждого кустика, каждого шороха. Потом уже не пугаешься ни выстрелом, ничего. Это тоже многим губит, что осторожность теряет. Когда по нашему движению бронетехники передвигаешься, то есть по боевому режиму, то есть все люки задрайны, в принципе, вот звук начавшихся, как будто монтировкой по железу стучат, ты вот этот звук слышишь. То есть это фактически с автоматического оружия начинает обстреливать. Алексей, как и многие участники боевых действий, не очень любит вспоминать подробности службы в Чечне. Зато хорошо помнит ребят, которые были рядом в это непростое время. Он уверен, что армейское братство – это навсегда. Это берет. Фактически мы с моим другом, которым служили два года, готовили дембельскую форму. То есть чтобы уехать красиво домой. И учитывая, что попал на боевые действия, нас вывозили грузовиками военными. И мы ничего больше не приготовили, никакой формы. Только остался вот этот берет. То есть из формы, которая была камуфляжная, ношеная, потертая. И все, что от явки домой родителям красивый, был только вот берет. После возвращения из Чечни Алексей ни дня не сомневался, какую профессию выбрать. Служил и продолжаю служить. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.